Репортер в прямом эфире, это студия. Здравствуйте, меня зовут Григорий Блайда. На днях комитет избирателей Украины озвучил довольно любопытные цифры. В рейтинге выполнения предвыборных обещаний на первом месте расположилась фракция и партия действующего мэра Геннадия Труханова «Доверять делам». Украинская морская партия Сергея Кивалова заняла второе место с небольшим отрывом от лидера. Собственно, обсудить успехи и, возможно, планы на будущее второй по влиятельности политической серии в Горсовете мы пригласили главу фракции партии Украинской морской партии в Горсовете Светлана Саулинка. Светлана, добрый вечер. Прежде чем перейдем к теме нашего разговора, я знаю, что, собственно, вы участвуете сейчас и достаточно неплохо. Судя по последним рейтингам участвуете в конкурсе 100 успешных женщин детского региона, вот мне всегда было интересно. Успешные женщины в политическом, общественном плане, в личном, семейном, в каком именно статусе вы здесь участвуете? Спасибо большое. Добрый вечер, одесситы. На самом деле, прежде всего, хочется поздравить всех с началом весны. И от имени редакции я поздравляю вас. Да, замечательная погода. Я хочу пожелать, чтобы на душе у всех также наступила весна, чтобы было тепло, светло и уютно в наших домах, сердцах. Ну, я не знаю, наверное, увидимся или нет. Женщин уже все в один эфир, а женщин с 8 марта, потому что на самом деле наступающим, потому что наши женщины самые умные, самые красивые. Что касается рейтинга, не думала, что мы об этом будем говорить. Знаете, рейтинги, я случайно узнала, что я в нем участвую. На самом деле, оргкомитет, я так понимаю, формирует списки из тех женщин, которые они считают нужными. И я хочу поблагодарить всех, кто поддерживает, кто видит успехи. И знаете, я могу сакцентировать внимание точно, что это работа команды. Работать в команде Украинской морской партии Сергея Кивалова комфортно. Мы добиваемся результата, нас поддерживают люди, у нас есть успехи. И это не может не радовать. Что касается успешности, знаете, это, я думаю, тема не сегодняшнего эфира, но я считаю, что внутренняя гармония – это самое главное. Потому что успешной может быть женщина, мужчина любой профессии. Не обязательно быть депутатом. Главное – чувствовать себя нормально, в гармонии, самореализованном. Это самое главное. Вы рассказываете о вашей политической деятельности и деятельности ваших однопартийцев. План спасения Одессы, так называлась, предвыборная программа Украинской морской партии, она состояла из нескольких блоков. Я думаю, нужно начать с наиболее актуального. Это жилищно-коммунальное хозяйство, нынешние тарифы на тепло, особенно в преддверии, уже на финальном этапе этого процесса. Вы обещали установить в каждый дом, многоквартирный дом, тепловые счетчики. Это позволит существенно экономить тепло. Насколько выполнима эта программа и как вы характеризуете настроение людей, тех, у кого уже счетчики такие стоят? Я в первую очередь хочу сказать свое личное настроение. Мне может не радовать, когда независимые, уважаемые общественные организации, делая какую-то социологию, подводя итоги работы года в городском совете, говорят о том, что Украинская морская партия Сергея Кивалова, на втором месте, но это, знаете, такое условное второе место. Я думаю, что каждая партия хочет привести своего мэра к руководству. И фактически, считая того, что небольшая фракция в городском совете, можно сказать, что мы на первом месте. Так хочется думать. Но так сложилось, что фракция, которая, мэр, которую представляет, она наиболее влияет на априори, ну, иначе быть не может. Ну, это как бы, это законы жизни, законы политики, то, что мы на втором месте, знаете, мы очень стараемся. У нас что-то выходит, что-то нет. Но, тем не менее, программа партии, о чем хотелось бы поговорить, была сформулирована таким образом, чтобы реально ее выполнять. И это очень важно, потому что очень многие политические силы, депутаты, когда идут во власть, обещают все. Построить космический корабль, решить нерешаемое и построить нереализуемое. То, что мы обещаем только то, что мы можем выполнять, это факт, о котором говорят независимые эксперты. Что касается плана спасения Одессы, таким образом называлась избирательная программа партии, с которой мы шли на выборы. И такие, по-моему, очень неплохие результаты с точки зрения рейтингов. Что касается сферы ЖКХ, было обещано в плане спасения Одессы создание ОСМД и тепловые счетчики. Могу сказать абсолютно однозначно, работу по созданию ОСМД, я даже не буду долго останавливаться на этом вопросе, я очень надеюсь, что видят одесситы. Она очень широко освещается вашим средством массовой информации, и это работа, которая ведется каждый день. Потому что это актуально, это насущно, это нужно. И, знаете, мы в этом наверняка немножко больше понимаем, в силу какой-то профессии, в силу того, что мы разбирались в этом вопросе, и мы помогаем людям, не останавливаемся и дальше. Что касается установки тепловых счетчиков. За 2016 год, мы говорим о программе, о 2016 годе, было выделено порядка 10 миллионов гривен на установку тепловых счетчиков. Каждая партия кричала, вот мы добились, мы сделали, начинается установка тепловых счетчиков. На самом деле, действительно, недостаточно установлено. Эта программа продолжается, эта проблема продолжает интересовать людей и не может их не волновать, потому что это напрямую связано с их личным бюджетом и оплатой за жилищно-коммунальные услуги, которые съедают весь семейный бюджет. Мы продолжаем работать в этом направлении, видны сдвиги, счетчики устанавливаются. Кому не установили, стараемся. Честно, стараемся изо всех сил, руководствуемся принципом более старых домов, где больше энергопотери. Программа идет, и мы можем говорить о выполнении, о старте этой программы. То, что обещали, мы сделали в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Давайте по социалке пройдемся. Это, я считаю, второй по значимости, если не первый вопрос. Несколько пунктов в вашей предвыборной программе касалось этого, этой сферы деятельности. 50-процентная скидка в аптеках для пенсионеров. Надбавки к минимальным пенсиям. Если человек получает минимальную пенсию, планировалась муниципальная надбавка. Во всяком случае, была обещана в вашем плане спасение Одессы. Ну и создание сети социальных столовых, бесплатные обеды для тех людей, кто не может, к сожалению, оплатить их из своего кармана. Вот давайте по каждому из этих трех пунктов пройдемся. Что касается пункта создания сети городских аптек, лекарства первой необходимости на 50% дешевле. Я могу сказать о реальном выполнении этого пункта, о работе над этим пунктом. Я вошла, так как, в принципе, профессиональных медиков у нас не оказалось в городском свете. Что касается нашей фракции, я взяла на себя эту ответственность, вошла в комиссию по реформированию здравоохранения. За 2016 год создано 5 аптеки, 7 аптечных пунктов муниципальных. Я понимаю, что рыночные условия, я понимаю, что все хотят зарабатывать, но у нас есть профильное предприятие Одесса Фарм. И, в частности, Одесса Фарм имеет возможность, в силу того, что это коммунальное предприятие, продавать лекарства на 20, 30, а где-то 50% дешевле. Те, которые производят или реализуют? Нет, те, которые реализуют за счет уменьшения наценки. Реализуется, продолжает работать программа здоровья, по которой некоторые медикаменты получают бесплатно, некоторые получают с 50% скидкой. И сейчас в программе в плане реформирования, сейчас мы заседаем фактически каждый день, я не знаю, сегодня была бюджетная комиссия, и должны были выделить порядка 30 миллионов на закупку лекарств, для того, чтобы, мы говорим, уже даже, понимаете, мы пошли дальше, не просто бесплатно, а 3 дня, когда пациент приехал в больницу, какая-то ситуация, он получает 3 дня за счет городского бюджета бесплатно лекарства. Я считаю, это более чем выполнение пункта программы, и работа в этом направлении ведется. И, знаете, есть сложности, не всегда главные врачи хотят, чтобы это было коммунальное предприятие, намного проще работать с частниками, извиняюсь получать откаты, но мы работаем на то, чтобы услуга, товар доходили до потребителя по максимально закупочной цене. Что касается аптек, они работают во всех районах города? Либо какие-то районы еще нужны? Что касается аптек, они должны и будут работать в каждой больнице. Сейчас, это 7 аптечных, за прошлый год, это 5 аптек и 7 аптечных пунктов во всех районах города. Давайте по надбавкам, муниципальным надбавкам, минимальным пенсиям и социальным столовым. Как реализуются эти проекты? Что касается надбавок, речь шла, пенсионеры, получающие минимальные пенсии, получат 50% надбавки из городского бюджета. Эта программа реализуется таким образом, что по 400 гривен, по 400 гривен пенсионерам, которые получают пенсию ниже 1700 гривен, по 400 гривен на тепло. И, да, это может быть недостаточно, но, как говорят пожилые люди, это существенная помощь. Уже эта сумма заложена? Конечно, уже выплачивается. Уже выплачивается, уже эта работа, 400 гривен на тепло пенсионерам, которые получают ниже, чем 1700 гривен. По столовым. Что касается социальных столовых, было в конце 2015 года создано две социальные столовые, плюс еще дополнительные. И в сеть социальных столовых, которая есть на официальном сайте Одесского городского совета, 20 тысяч жителей города питаются в социальных столовых за счет городского бюджета в каждом районе города. Один из пунктов плана спасения Одессы звучал так. По новому детскому саду и школе уже в первый год работы. Проблема детских садов и школ в Одесском регионе крайне... Более чем актуальна. Более чем актуальна. Да, я знаю это как молодая мама. Даже лидер вашей партии Сергей Кивалов говорит о том, что за 25 лет украинской независимости, 26 уже в этом году, ни одна школа не была в Одессе основана или открыта. А детские садики и подавно, они вовсе закрывались. То есть объективные причины, снижение рождаемости, демографический кризис и прочее. Но тем не менее, сейчас мы видим обратную ситуацию. Потребность в детских садах увеличивается, в школах аналогично. Вот что в этом плане делается? Мы не можем не отметить, что ведется строительство лидерам нашей политической силы Киваловым Сергеем Васильевичем школы. И это такой грандиозный масштабный проект. И мы планируем, что в этом году он будет, я не строитель, но надеемся, что он будет завершен. Это что касается частных инициатив, которые реализуют народные депутаты, лидер партии. Что касается выполнения, в частности, в чистом виде пункта программы, то начато строительство школы на улице Маршала Говорова. Это, знаете, вот такой жилмассив, когда просто строительные организации, получив земельные участки, обещали школу, достроили жилье, продали его и убежали. А потребность в школе колоссальная. Огромный новый жилой массив. И начато, и ведется достаточно активными темпами. И в 2016 году, и в 2017 году школа на улице Маршала Говорова. Она покроется потребности вот этого района, не только нового жилого комплекса, но, очевидно, в третью, четвертую, пятую фонтан она каким-то образом обеспечит. Знаете, сейчас, ну, то есть, можно где-то вжаться, где-то увеличить, где-то уменьшить. Но то, что сейчас в школах по 37, 40, 45 деток в классе, я вот, знаете, я начала анализировать... И подвесменные по Г-классам, то есть А, Б, В, Г, Д даже больше. Да, то есть, ну, как бы, я не скажу, что это просто решит на 100%, но то, что это разгрузит и даст возможность получать более качественное образование за счет уменьшения количества деток в школах, однозначно. И также начаты работы по проектированию в Приморском районе и в Суворовском районе по два детских садика. Потому что все мы знаем, что в помещениях, где раньше располагались детские сады, сейчас находятся... Все, что угодно. Частные клиники, налоговые администрации, полицейские участки и прочее, прочее. Про полицейские участки я недаром заговорил. Одним из пунктов вашей программы, это был адекватный вызов преступности, который, к сожалению, сейчас растет в связи с сложными политическими, экономическими и, наверное, хозяйственными вопросами в стране. Украинская морская партия поставила перед собой задачу, это наладить не только освещение во всех дворах и в частном секторе, но и поспособствовать созданию так называемой муниципальной полиции, которая будет патрулировать не только видные освещенные улицы, но и Одесскую глубинку. В частности, вот в Приморском районе удалось достичь этих целей? Знаете, удалось достичь целей, когда у нас все освещено и нет преступности. В принципе, это сверхцель, к которой нужно идти, и, к сожалению, мы не достигнем ее в ближайшее время, но работать нужно. Что касается обеспечения освещения дворов и частного сектора, снизить преступность, как звучало в программе, я хочу сказать, что была принята программа модернизации внешнего освещения, была принята программа благоустройства окраин, и также сейчас идет работа, и порядка 150 тысяч евро мы планируем получить в качестве грантов на именно освещение. Поэтому вот этот блок, я бы сказала, он так очень массивный и достаточно активно реализуется, работает, и было много сделано в 2016 году. Что касается муниципальной полиции, наверное, к этому нужно много противоречий, много спора в отношении этого вопроса. Но то, что создан специализированный орган в Одесском городском совете как муниципальная безопасность, которая, в принципе, 100% не закрывает этот вопрос, но как минимум понижает градус в каких-то неспокойных ситуациях. И, в принципе, достаточно активно работает. То есть, не в полном объеме, но такое структурное подразделение было организовано. Мне вот сообщают, что у нас буквально две минуты осталось, но есть еще пару пунктов, которые, думаю, стоит обратить внимание, актуальны для Одессы. Украинская морская партия выступала перед выборами за мораторий на высотное строительство в центре города, а также выступала за сохранение исторического наследия города, ни в коем случае не разрушать старые дома. И не то, чтобы не разрушать, а запретить любое, скажем так, архитектурное изменение в том или ином проекте. Что здесь сделано и какие планы у морской партии? В первый год работы, я хочу сказать, что был принят проект решения Одесского городского совета, который запретил строительство, высотное строительство в центральной части города Одессы. Спорный вопрос, много обсуждений. Также принятие зонинга, это регулирование и высотности, и этажности, и мест. Обозначение границ центра города в том числе. Да, границ города в том числе. Что касается облика и ремонта фасадов исторической части города, сейчас на прошлой сессии было инициировано. Создание рабочей группы, этот вопрос обсуждался на комиссии по коммунальной собственности, членом которой я являюсь. Есть предложение, чтобы я возглавила это направление. Это определение, знаете, вот у нас в центре города очень много арендаторов. Очень много арендаторов, которые арендуют помещение, и они заключают договор. Если здание это культурное наследие, договор так немножко сложнее, но в принципе они заключают договор с коммунальной собственностью, где говорится о надлежащем содержании здания. Проведя инвентаризацию, мы говорим о том, что нужно выделять деньги, нужно реставрировать, нужно ремонтировать. Это бесконечный процесс, да, и денег нужно очень много. Определение формулировки надлежащего состояния. Надлежащее состояние. То есть мы собственников и арендаторов должны заставить, мы сейчас работаем над разработкой критериев, надлежащего содержания зданий, в частности, акцент на центр города. Для того, чтобы, знаете, для того, чтобы меньше тратить на ремонт, нужно надлежащим образом следить и ухаживать за коммунальной собственностью. Ну что ж, к сожалению, время программы истекло. Я еще раз поздравляю Украинскую морскую партию в связи с неплохими результатами, по мнению Комитета избирателей Украины, уважаемые организации, которые, собственно, и работают для того, чтобы определять, что выполняется, а что не выполняется из того, что было обещано. Смотрите, еще мы не коснулись очень многих пунктов. Вот строительство муниципального жилья для льготных категорий населения. Это был пункт программы, также плана спасения Одессы. Впервые с 2008 года начато строительство. За пять лет первый раз начали строительство в Суворовском районе Днепропетровская дорога Высоцкого. Социальное муниципальное жилье. На 86 квартир, 11-этажный дом. Это также наши успехи, которыми мы можем гордиться. Дом завершат строительство или только начат? Только в 2016 году начато строительство. Планы в течение двух лет завершить и сдать дом. Ну что ж, спасибо, Светлана, за участие в нашей программе. Оставайтесь с репортером. В нашей студии была Светлана Асулинка, лидер фракции Украинской морской партии в городском совете. Счастливо, увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok